Приветствую вас, Ника. Я думаю, что ключевым моментом вашей ситуации является то, что вы в какой-то степени считаете именно неправильным мечтать. Мечтать не то, чтобы правильно или неправильно, мечтать естественно для человека. Мечтать о чем-то вполне естественно. Вопрос в том, о чем вы мечтаете и с чего вы хотите, потому что, как показывает практика, по крайней мере моя, человек далеко не всегда понимает, чего он хочет и не находится на том уровне осознания своего желания, чтобы чувствовать себя, ну, скажем так, достаточно свободным. Вот. Это первое. Второе. У вас есть по факту, значит, семья. И у вашего мужчины тоже есть семья. И у вас, получается, закрутился роман. Ну, вот. Ну, у вас друг с другом закрутился роман. Получается. И мне кажется, мне так вот, мне так вот кажется, что причина этого некая такая неудовлетворенность, что ли. Некая неудовлетворенность в браке у вас или для вас. И с этим, мне кажется, нужно поработать. То есть, в первую очередь, посмотреть, что именно вас не устраивает у вас в браке. Посмотреть, что вы будете с ним делать, с браком. Вот. Потому что сейчас, по факту, вы получаете индекс, да, я никуда. То есть, вы не ее. Со своим мужем расстаться полностью не готовы. Вот. И мужчиной быть у вас тоже не получается, потому что, ну, у вас с обоих семья. Честно говоря, я вас понимаю. То есть, ну, понимаю очень хорошо ваше состояние, я понимаю ваше переживание. Вот. Но, как мне кажется, вы немножечко здесь находитесь в... позиции жертвы. Потому что не готовы, получается, принимать решение за свою жизнь и за то, как будет, ну, например, складываться ваша жизнь. За то, как будет развиваться ваша жизнь, в том числе, ну, в дальнейшем, что, естественно, будет вводит вас в такое вот достаточно неприятное, скажем так, состояние. 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 Подвешенность. Подвешенность. У столь, у столь, кстати, в полке вполне нормально для вас здесь. Поэтому, наверное, в первую очередь стоит разобраться в себе, в своих чувствах, в том, что вы хотите, в том, что вы чувствуете, вот, разобраться с семьей, вот, готовы вы, принимать, как и принимать, как это решение, вот, по своей, по своей семье, и тогда уже делать какие-то выводы и принимать какие-то решения, вот, потому что, ну, все равно отталкиваться, все равно вы будете, скорее всего, от перспектив с вашим мужем. То есть, то есть, если перспективы с вашим мужем есть, если вы считаете, что, ну, что перспективы с вашим мужем есть, то вы сможете, гармонизировать отношения с мужем своим, вот, и, соответственно, необходимость, надобность в мужчине, о котором вы пишете, отпадет или, по крайней мере, станет легче. Вот. Ну, а если перспектив нет, то совершенно нормально, что вам нужно заканчивать эти отношения, потому что они ни к чему хорошему не приведут. Ну, в дальнейшем я имею в виду, вот. А вы такое ощущение, что вот думаете только о мужчине, да, но совсем не принимаете в расчет то, что у вас есть еще муж, с которым тоже желательно что-то решить, с которым тоже желательно что-то разрешить, вот, и определиться по данным вопросам, потому что это в подвешенном состоянии. Для этого нужно быть уверенным в себе, уверенным в своих силах, уверенным в своей позиции, уверенным в том, что вы делаете, вот. И, соответственно, тогда у вас все наладится. то есть. Но в данной ситуации вы оказались не просто так. Если вы оказались в данной ситуации, значит, есть какое-то отношение у вас к, допустим, проблемам. например, проблемам в семье, например, проблемам с вашими близкими, людьми и так далее. Вот. Вопрос заключается в том, на основании чего? у вас это отношение появляется. Да? То есть, почему вы оказались в этой позиции? когда и не туда, и не сюда. По факту. Вот. То есть, я могу вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Субтитры сделал DimaTorzok